Валерий Курасов Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова После прочтения вот этой книжки называю себя прагматичным джава-программистом. Студенты есть в зале? Есть? Класс. Я тоже был студентом, я закончил ЛТ, факультет компьютерных технологий и информатики, кафедра мат-обеспечения. Я работал много, писал на заказ ПО для автомобильных компаний, для телекома, для образовательной сферы. Потом я перешел в Люксофт и там разрабатывал много лет банковское программное обеспечение. Сейчас я работаю в компании Яндекс. Сегодняшнее мое выступление базируется на опыте, который я приобрел, работая в компании Люксофт. Поэтому я буду ссылаться на именно этот опыт, именно на банковскую сферу. Какова цель моего выступления? Дело вот в чем. Я когда спрашиваю у своих коллег, что они считают, что такое бигдата, я иногда получаю следующие ответы. Бигдата — это когда вот петабайт данных. Это неплохой ответ. Иногда говорят, что бигдата — это хайлот. Иногда говорят, что бигдата — это хадуп. Иногда говорят, что это просто трэш и угар. Ну ладно, коллеги, а вот что говорит гугловская выдача на этот счет? Вот я пытаюсь ввести бигдата — это, и что я вижу? Значит, на третьем месте в гугловской выдаче как раз бигдата — это сколько? Сколько чего? Зарплата или петабайтов? И следующая, четвертая позиция мне очень нравится, что бигдата — это философия. Вот. А вот здесь вот есть такое, как бы, тоже еще одно определение. Там написано, что бигдата — это проблема. Вот. Очень здорово. Я пришел как-то на одну конференцию, и выступал вот человек, архитектор, который занимается бигдатой. Он выкатил вот этот первый слайд вот с этим определением бигдата. Я для вас его немножко вывел. Чуть побольше, да? Вот, прочтите, пожалуйста. Я тоже прочел. И следующие, как бы, все слайды я сидел примерно вот так. Потому что для меня такое определение ничего не значит. Цель моего выступления — попытаться дать нам всем почувствовать, что это такое. Потому что я не думаю, что я смогу объяснить, что это такое, чтобы вы это поняли, но хотя бы как-то прочувствовать, да, на интуитивном, эмоциональном уровне. Почему доклад называется «Антиведение»? Студенты в зале есть, я знаю. Поэтому обычно введение — это у нас набор определений, аксиомы, лемы, теоремы и примеры. Мы пойдем другим путем. Мы сначала дадим какие-то примеры, а потом придем к определениям. И когда мы к ним придем, я надеюсь, вы уже примерно будете понимать, о чем идет речь. Вопрос. Как вы считаете, сколько в день в банке обрабатывается транзакций? Хочется услышать ваши оценки, прежде чем вы их будете давать. Я вам примерно напомню, что такое транзакции, вы их все хорошо знаете. Когда вы приходите в банк, да, вы пришли в банк, и вы просите у них деньги, либо в кредит, либо ваши же собственные наличные. Там, где-то там в бэк-офисе банка случаются вот эти самые транзакции. Но есть еще другие транзакции. Банк обслуживает работу бизнеса, помогает бизнесу взаимодействовать друг с другом. Тут тоже есть транзакции. И еще есть очень интересная сфера, например, там алгоритмический трейдинг или высокочастотный трейдинг. Там вообще люди не задействованы. Там происходят сотни миллионов сделок в секунду. И, соответственно, для каждой из них происходит некоторая транзакция. Давайте еще раз вернемся к нашему вопросу. Сколько транзакций в день обрабатывается к фруктным инвестиционным банке? У меня есть для вас варианты ответов. Один миллион, сто миллионов и пятьсот миллионов. Кто за первый вариант? Один миллион. Один, два, две руки. Кто за сто миллионов? Примерно тридцать, тридцать рук. Кто за пятьсот миллионов? Большинство. Поздравляю. Действительно, в крупном инвестиционном банке обрабатывается до пятисот миллионов транзакций в день. Вопрос в зал. Это бигдата? Вопрос попроще. Это много или мало? Отлично. Знаете, есть маленькая компания, она называется Twitter. Кто не знает? Хорошо. У кого-нибудь есть мобильные телефоны, на которых установлен Twitter? Нет? У кого нету? Много у кого нету мобильных телефонов, на которые установлен Twitter? Всем срочно поставить и начинать постить всякие классные твиты. В частности, про то, что сегодня проходит классная конференция Joker в экспо-форуме. Таким образом, ваши друзья смогут подтянуться. Значит, вопрос в зал. Сколько твитов, как вы считаете, публикуется каждый день? И у меня есть варианты ответов. Один миллион, сто миллионов и пятьсот миллионов. Давайте голосовать. Кто за один миллион? Одна, две, три руки. Четыре руки. Кто за сто миллионов? Двадцать пять, тридцать рук. Кто за пятьсот миллионов? Большинство. Ответ. Можно найти. Есть такой сайт интернет-лайфстатс. Там много интересной статистики по интернету в принципе. Там есть ответы на наш вопрос. Вот я снял метрику две недели назад, где-то вечерочком. И там натикало пятьсот миллионов твитов в день. По данным того же самого сайта, в принципе, на эту вот частоту, на эту мощность, пятьсот миллионов, твиттер вышел в тринадцатом году. Вопрос в зал. Это бигдата? Это много или мало? Окей. Да, как вы видите, именно в тринадцатом году они вышли на эту производительность. Кто не знает, что такое хэштег? Кто постеснялся спросить, признаться в том? Отлично. Хэштег — это маленький кусочек мета-информации, которую мы добавляем к чему-нибудь, например, к твиту, чтобы что? Ну, например, чтобы как-то наши эмоции передать или как-то помочь твиттеру индексировать наши твиты. Вот. Значит, смотрите, такая тема. Предположим, что мы такие интерпренеры, предприниматели, мы решили открыть контору, стартап. Назвали ее «Умное решение РФ». Вот. Наша цель — мы хотим поиграть на рынке так называемых аналитических услуг. Что мы хотим делать? Мы хотим предоставлять людям, которые заинтересованы вот в этой аналитической информации, возможность узнать в каждый момент времени, какие сейчас самые популярные хэштеги. Вот. Я вам объясню, что это реально очень классная тема. Например, если бы вы сейчас действительно начали постить твиты и с тегами там «Джокер», вот, другие ваши коллеги бы узнали, что проходит эта конференция и подтянулись бы сюда. Есть еще такой юзкейс, я его очень люблю. Вот. Допустим, вы получили вашу повышенную стипендию и решили проставиться, купить друзьям пиво. Да? Вы, значит, аннотируете ваш твит «Бесплатное пиво». Да, люди, которые мониторят этот твит, этот хэштег, вот, если они видят, о, там, типа, что-то много твитов прошло про «Бесплатное пиво», надо подтягиваться, да, пока оно не закончилось. Да? Я так понимаю, даже повышенная стипендия не очень большая в нынешнее время. Вот. Значит, мы хотим играть на этом рынке. Теперь, что такое сейчас? Вот сейчас имеется в виду вот от самого начала времен до текущего момента. Вот в 2006 году был запущен первый твит. Вот нам интересно прям все, вот, статистику по самым популярным хэштегам вот от начала истории. На самом деле в Твиттере есть такая услуга, называется она «Top Hashtags». Вот. Правда, там немножко отличается тема. Они сразу делают разбиение по странам и предоставляют статистику по самым популярным хэштегам только в рамках одного дня. Но фактически шести часов на самом деле. Вот здесь вот это хорошо видно. Вот здесь. Да? То есть, допустим, в Австралии за последние 17 часов, самые последние хэштеги за шесть часов, вот такие вот самые популярные. Да? Нам ничего это не говорит. Это Австралия. Вот. Значит, итак, напоминаю, мы предприниматели, мы хотим тоже на этом рынке играть. И мы строим нашу систему. Первое решение, которое мы придумываем, называется «Инкрементальное». Что это такое? Значит, мы берем Твиттер, мы подписываемся на него, у него есть API, и мы засовываем все-все-все-все Твиты в компонент, который мы будем называть «Мясорубка». Вот. Почему мы будем его называть «Мясорубка»? Потому что «Мясорубка» берет Твит, потрошит из него все хэштеги, вот, потом те хэштеги, которые она напотрошила, вот, она их берет, и засовывает другой компонент, который мы будем называть «Хранилище». Хранилище устроено следующим образом. Для каждого хэштега, ему поставлено, в нем существует соответствующий счетчик. Поэтому, когда наша мясорубка находит очередной хэштег в твите, она инкрементирует счетчик для данного хэштега. Отличное решение, инкрементальное. Все классно, маленький нюанс, оно не работает. Почему оно не работает? Да потому что мы должны вычитывать по 500 миллионов твитов в день, и никакая мясорубка с этим не справится. Соответственно, там, где не справится одна мясорубка, справится 9. Мы покупаем много серверов, связываем их в сетку и вычитываем наши твиты из твитера в параллель. Таким образом, закупив достаточное количество машин, мы сможем вычитывать 500 миллионов твитов в день легко. Правильно? Отличное решение. Есть маленький нюанс. Оно не работает. Почему оно не работает? Потому что, как вы видите, у нас теперь есть возможность такая, что из разных мясорубок мы захотим обновлять счетчик для одного и того же хэштега. К чему это приведет? Либо это приведет к тому, что мы будем неправильно обновлять счетчики, либо, если мы захотим заморочиться на правильное обновление счетчиков, нам придется накладывать какие-то транзакции на хранилище, либо блокировать. В общем, наше хранилище не справится с таким. Мы не сможем достаточно либо правильно писать счетчики, либо достаточно быстро писать счетчики в хранилище. Мы идем дальше, и наше распараллельное решение. Делаем следующее. Мы что-то почитали, услышали какое-то слово, там, «mapreduce». И сделали следующим образом. Взяли нашу мясорубку и развалили ее на мясо и на рубку. Что мы делаем в мясе? В мясе мы берем твит, вытаскиваем все хэштеги, и все. И дальше эти хэштеги найдены, мы отправляем в рубку. Значит, в какую рубку мы отправляем каждый хэштег? Мы отправляем по специальному алгоритму, который обеспечивает нам, что один и тот же хэштег будет всегда отправлен в одну и ту же рубку. Таким образом, у нас всегда одна и та же рубка будет писать в хранилище. Поэтому никакого контеншена на хранилище быть не может. Ну, или, по крайней мере, не должно быть. Вот неплохое решение. Оно уже будет достаточно здорово работать, за исключением того, что у вас там адское количество серверов, которые надо обслуживать, которые выходят из строя. Плюс у вас там сеть, которая тоже, знаете, не железная. У нее тоже есть ограничения. Ну, в принципе, если так как бы с админами подружиться, все будет нормально. Но остаются две проблемы. Первая проблема заключается в том, что наше решение плохо адаптируется к смежным задачам. Что имеется в виду подсмежные задачи? Допустим, мы хотели, как в Твиттере, выдавать статистику не по всем хэштегам за всю историю, а разделять ее именно по региональному принципу, по странам, например. Все, наше решение в том виде, в котором оно есть, не подходит для решения задачи. Нам нужно накручивать решение сбоку. Более того, если мы захотели вести статистику по временным интервалам, наше решение также не подходит, потому что оно заточено на всю историю по популярности хэштега. Ну и третье, если вдруг мы захотим вычитывать не только из Твиттера, есть же еще и другие вещи, у которых есть хэштеги. Например, Инстаграм там есть хэштеги, в постах Фейсбука, ВКонтакте есть хэштеги. Про одноклассники, честно говоря, не знаю. Если кто знает, есть там хэштеги или нет, то это самое, то, наверное, есть. Вот, значит, ну, есть вторая проблема. Вторая проблема заключается в том, что мы все люди, и мы склонны допускать ошибки. Да, я тоже допустил. Что это значит? Давайте посмотрим на наш компонент Мясорубка. Такой принципиальный код, который может быть написан. Смотрите, мы берем наш твит, потрошим его на хэштеге, и для каждого хэштега вынимаем текущий счетчик из хранилища инкрементируем его и сохраняем. Ну, все супер, да? Вот. Но, предположим, это наше решение работает в продакшене год, два, день, неделю, неважно сколько, и так случилось, кто-то туда заносит неприятную ошибку. Вот такую. Вместо инкрементирования счетчика теперь мы декрементируем счетчик для каждого хэштега. Мы выкатились в продакшен, вот, через какой-то... Мы сразу не понимаем, что у нас есть проблема. Через некоторое время наши клиенты понимают, что есть проблема, приходят к нам и говорят, слушайте, что-то происходит не то. Мы лезем в космос, «О, так мы инкрементируем, нет проблем, мы пофиксим код». Код мы пофиксим. Теперь вопрос, а что же у нас со счетчиками? А у нас большая проблема со счетчиками. Мы в течение вот этого всего периода после релиза мы скручивали какие-то счетчики. И мы потеряли наше состояние. Мы теперь не можем, мы не знаем актуальное состояние по счетчикам. Вот. Все, мы попали. Ну, конечно, есть вариант, что вы из таких же невротиков, как и я, и вы делаете бэкапы. Вот кто делает бэкапы? Отлично. Для тех, кто не делает. Значит, есть вообще два типа людей. Одни делают бэкапы, а вторые будут делать бэкапы. Значит, ну, даже если мы сделали бэкап, что это нам дает? Отлично. Мы знаем состояние на момент релиза. У нас есть текущее какое-то состояние. В принципе, мы можем как-то попытаться узнать дельту. Но помните, к нам по 500 миллионов твитов в день капают новые твиты. И нам нужно учесть вот то, что, как бы, вот эту дельту плюс наложить на нее еще и всю актуализацию по текущему дню. Короче говоря, точное число вы никогда не получите. Вы попали. Вы попали. Вы обанкротились, потому что от вас ушли ваши клиенты. Им нужна точная информация по хэштегам. Вы не можете ее дать. Вы потеряли ваше состояние. Банкрот. Вот. Вы расстроились. Сняли деньги, если они там у вас, конечно, были на счету. Вот. Взяли вещи, уехали в другой город или даже в страну. Вот. Но через некоторое время вы все-таки поняли, что теперь вы готовы к тому, чтобы родить более умное решение. И это более умное решение будет не только отвечать на вопрос, какие сейчас самые популярные хэштеги, но оно еще и будет здорово адаптироваться под смежные задачи. И оно должно быть устойчиво к человеческим ошибкам. И ваше решение вы можете построить следующим образом. Смотрите, у нас все по-прежнему есть наш твиттер. Мы на него подписались. И все твиты, как есть, все твиты, как есть, записываем в нечто, что мы будем называть мастер-датасет. Это не обязательно база. Это может быть файловая какая-то, файловая система, какое-то хранилище. Не важно. Суть в том, что мы запихиваем твит в мастер-датасет, как есть. Значит, мастер-датасет, он живет не сам по себе, он живет в компоненте, который называется batch layer, либо уровень пакетной обработки. Задача этого уровня очень простая. Вот он берет наш мастер-датасет на какой-то момент времени, включается и работает, неважно сколько, день, два, три, и должен дать ответ на вопрос, какие были самые популярные хэштеги на момент начала работы. То есть идея в том, что твитов у нас очень много, но нас не волнует, что batch layer будет работать очень долго. Пускай он работает долго. Главное, чтобы когда он закончил работать, на момент, когда он начал, ответ был. Теперь вот когда ответы появляются, их складывают в другой компонент, который называется service layer. Значит, в этом компоненте существуют как раз специальные места, куда складываются результаты работы пакетного уровня. Они будут называться у нас batch view. Значит, пакетная обработка одна прошла, положили в batch view. Следующая запустилась, отработала, положила в batch view и так далее. В сервисном лейере у нас накапливаются batch view, некоторые промежутки, вот такие результаты. Плюс еще есть дополнительная задача у сервисного лейера. Ему нужно хорошенечко эти результаты проиндексировать, с тем, чтобы извне к этим результатам можно было эффективно доступаться. Теперь трюк заключается в том, что те же самые твиты, которые мы складываем в master dataset, которые подхватываются уровнем пакетной обработки и результаты чего улетают в сервисный уровень, мы запускаем в другой компонент, который называется speed layer, либо скоростной уровень. Задача speed layer очень простая. Ему нужно при помощи нашего инкрементального решения накопить какие-то промежуточные счетчики от какой-то точки во времени до какой-то точки во времени и положить в так называемую real-time view. То есть ему неважно, то есть он в какой-то момент времени начинает работать и складывает промежуточные результаты по накопленной статистике вот в real-time view. Таким образом, в скоростном уровне накапливаются вот такие результаты. как правило, они коррелируются с началом работы уровня пакетной обработки и конец коррелируется с концом работы уровня пакетной обработки. Теперь трюк заключается в том, что когда мы хотим в любой момент времени узнать, какие сейчас самые популярные хэштеги, что мы делаем? Мы идем в сервисный уровень, находим результат самой последней пакетной обработки. Потом мы идем в скоростной уровень и находим вьюху, в которой содержатся промежуточные результаты за последнее время. То есть от момента, когда закончилась пакетная обработка в пакетном уровне, до текущего момента. Мы складываем счетчики из двух уровней, сортируем их, и таким образом узнаем самые популярные хэштеги на текущий момент. Давайте еще раз я вам все это раскатаю на временной оси. Ноль — это 2006 год, самое начало публикации самого первого твита. В момент времени А мы запускаем пакетную обработку. Пакетная обработка будет у нас работать до момента времени B. С момента времени А мы открываем реал-тайм вьюху, в которой будут накапливаться промежуточные результаты для твитов и хэштегов от момента времени А до момента времени B. Как вы понимаете, от А до Б мы не можем ответить на вопрос про самые популярные хэштеги, потому что мы ничего не знаем, что происходило от нуля до А. Но вот в чем прикол. В момент времени B у нас есть результат по самым популярным хэштегам на момент времени А. Он есть. Мы запускаем следующую пакетную обработку и открываем новую реал-тайм вьюху. Теперь смотрите. Предположим, у нас есть точечка во времени Y, которая между B и C. И мы в ней хотим узнать самые популярные хэштеги на текущий момент. Что мы делаем? Мы вытаскиваем результат из бач-вьюхи. Там есть ответ на вопрос про самые популярные хэштеги на момент времени А. Мы идем в реал-тайм вьюху А. Там есть промежуточные результаты для хэштегов от момента времени А до момента времени Б. Мы идем в реал-тайм вьюху Б. Там есть промежуточные результаты для хэштегов от момента времени Б до текущего момента. Мы складываем все счетчики, сортируем, и у нас есть ответ про самые популярные хэштеги на текущий момент. И мы можем это делать снова и снова. То, что я вам сейчас показал, эта концепция называется лямбда-архитектура. Ее придумал Натан Мартс. Натан Мартс тоже хотел играть на рынке аналитических услуг. Он основатель стартапа BackType, который позже был куплен Твиттером, поэтому Натан Мартс является инженером Твиттера. Также он изобрел фреймворк Apache Storm, который является реализацией скоростного уровня SpeedLayer. Я знаю, плохая картинка, на задних рядах вообще плохо видно. Именно она такая, она и на официальном сайте lambdaarchitecture.net. Она именно такая. Теперь, там были слова realtime. Я бы хотел тут внести некоторую ясность. Java не realtime, вообще ни разу. Она не может такой быть, там есть как минимум garbage collector. Но, что интересно, самым первым JSR по Java был как раз делать реалтаймовую Java. Что еще более интересно, появилась референсная имплементация. Потом она, правда, была коммерческой, может быть, даже сразу. И кусок делался у нас в Питере, в Сане. Еще в Сане. Поэтому реалтайм вместе с Java лучше не употреблять, чтобы не вводить в заблуждение всяких любителей точных формулировок. Поэтому есть такое понятие, как почти реальное время. Либо там near realtime, либо soft realtime. Вот его употреблять лучше. А еще лучше я советую употреблять термин быстрые данные, либо fast data. Потому что, по самом деле, нас не интересуют реалтаймовые характеристики нашей системы. Все, что нас интересует, это когда ваш друг, получив стипендию, решил проставиться пивом в общежитии, и он отсылает твит, то вам нужно узнать эту информацию, ну, там где-то за полчасика. Я думаю, что за полчаса-то повышенную стипендию точно закончится, да? Не знаю, не хочу вас обижать, ребят. Вот. Поэтому вот эти полчаса, вот это для нас критическое время. За это время нам нужно узнать про бесплатное пиво, добежать до соответствующей комнаты и угоститься. Ну, теперь мы готовы немножечко поиграть с определениями. Вот. И первое определение, вот, оно звучит следующим образом. Да, много данных, но как результат избыточности и мутабельности, или неизменности, и репликации. Что имеется в виду? Big Data, она не про то, что данных, в принципе, много, там, петабайты или там какие-то еще цифры. Она про то, что данных много, просто потому, что мы храним много избыточной информации. В частности, для нашего решения нам было достаточно хранить только счетчики, правильно? Ну, изначально, в инкрементальном решении. Но мы в более умных решениях сохраняем весь твит целиком. Почему? Ну, потому что потом мы сможем из этого твита достать другую информацию, разбиение по регионам, по времени и так далее. Может быть, мы потом будем, в принципе, анализировать текст и предлагать еще какие-то аналитические услуги. Поэтому мы храним сильно избыточно больше информации, и это рождает те самые объемы. И это ответ на вопрос, Big Data это сколько? Это неправильный вопрос. Правильный вопрос, а вы храните избыточно? Да. Теперь про имутабельность. Дело в том, что в Big Data мы храним данные и никогда их не изменяем. Это нужно сделать для того, чтобы всегда иметь возможность обратиться к источнику. Да? Вот. Да, есть случаи, когда мы хотим с данными поработать, как-то их поизменять. Есть хороший подход, он называется append-only approach. То есть мы только добавляем данные. Это значит, что если у нас есть некоторая сущность какой-то версии, мы хотим ее изменить, давайте родим такую же сущность с измененными параметрами и сохраним ее как версия номер два. Таким образом, у нас всегда будет оригинальный объект, и мы сможем всегда к нему вернуться. И если у нас в программе закралась ошибка, мы всегда сможем эту ошибку пофиксить и все переиграть. Поэтому Big Data это про много данных, но потому что мы их никогда не изменяем, возможно, создаем больше версий одних и тех же данных. И третий момент — репликация. Как вы понимаете, если у нас действительно много данных, то их надо хранить на большом числе компов. У компов есть жесткие и прочие диски. Они выходят из строя. Да, я знаю, есть RAID-массивы и прочее, но это не помогает, если сгорает дата-центр целиком. Да? Вот. Поэтому в Big Data мы храним несколько, скажем так, экземпляров одних и тех же данных и раскидываем их желательно по разным дата-центрам, а еще лучше планетам. И это тоже рождает те самые объемы. Вообще, вот эти Big Data, оно вообще про что? Была прикольная статья на Хабре, которая является, ну, такой не перепечаткой, но с ссылкой на другую статью вот в New York Times в 2012 году. Вот. Big Data, оно откуда вообще пришло? Оно пришло из торговли. Магазины старались узнать как можно больше о покупателях с тем, чтобы продать им еще больше чего-нибудь. Да? Вот такой был курьезный случай. В магазин пришел разъявенный папа-школьница и сказал, что магазин нехороший, потому что он предлагает его 15-летней отличнице, которую интересуют там Барби, розовые носочки и там какие-нибудь покемоны, купоны на скидку на покупку подгузников, памперсов, распашонок и соски. Девочке 15 лет. Ну, магазин, разумеется, принес свои извинения папе, а через некоторое время папа принес извинения магазину, потому что оказалось, что девочка слегка беременна. Как об этом узнал магазин? А магазин он об этом узнал, потому что он хранил массу информации о пользователях, о их предпочтениях, что они покупают, что они покупают, зачем. На базе этого огромного количества данных им удалось понять, что после покупки определенных товаров, например, девочками или девушками репродуктивного возраста, могут следовать вот такие еще покупки, характерные для слегка беременных. Поэтому он для данной школьницы, которая там пошопилась соответствующим образом, я не знаю, я фантазирую, может быть, там был, например, французский роман и соленый огурчик, да, такое, ну, сочетание, да, вот. Вот, я просто, я не знаю точно. И он предположил, что, ну, с 87% вероятностью девочка слегка, слегка в ожидании. Вот, это замечательно на самом деле, я обожаю детей. И он предложил девочке соответствующую, сопутствующую покупку. Вот, и он не ошибся. Вот, вы наверняка знаете, вы приходите на какой-нибудь там Яндекс.Маркет, еще не покупаете, и вам тоже предлагают там к вашему новому айфону там какой-нибудь чехольчик, да, там. А, нет, сейчас более актуально этот штекер для... Переходник на наушники, да. Вот, то есть они тоже в курсе. Вот, это тоже, это тоже бигдата. Вот, поэтому даже есть такая тема, что бигдата — это не какое-то новое такое слово, не какой-то новый базворд. Это на самом деле подчасть более большой области, которая называется машинное обучение, машин-леунинг. Есть и такое. Давайте пойдем дальше и попробуем переварить следующее определение. Оно исходит из технологических признаков, которые характерны для проектов, для технологического стека, который может относиться к бигдате. Смотрите. Ну, во-первых, гибкое хранилище и возможность сделать разнообразные запросы. Здесь речь про мастер-датасет. То есть мы действительно туда можем, должны нашпиговать что угодно, возможно, разношерстную информацию — и твиты, и инстаграмы, и посты с Фейсбука, ВКонтакте, и, возможно, из одноклассников. И мы должны иметь возможность со всех сторон к этим данным обращаться. То есть сегодня мы хотим обращаться и вытаскивать оттуда хэштеги, завтра мы хотим обращаться к ним и вытаскивать оттуда времена, страны и так далее, и тому подобное. И опять же, здесь необязательно речь идет о базах данных. Здесь может идти речь и о файловых хранилищах, например, HDFS. Это могут быть какие-то облачные хранилища. То есть в каждом конкретном случае выбирается что-то свое. Но вот это, оно неизменно. Оно должно быть гибкое для того, чтобы туда засунуть что угодно. И к этому что угодно нужно иметь возможность как-то достучаться, как-то уметь запрашивать. Именно поэтому здесь, допустим, структурированные всякие, сиквельные базы данных не очень подходят, потому что они априори предполагают, что у данных есть какая-то структура, а именно есть какой-то смысл. А смысла может не быть на момент сохранения этих данных. Его просто может не быть. Он может появиться потом, когда мы научимся этот смысл извлекать из тех данных, которые мы сохраняем. Второй технологический признак — это надежное заведение данных. Но имеется в виду что? Во-первых, надо реально вычитать весь твиттер. Причем вычитать каждый твит по одному разу желательно. И не ошибиться. То есть данные должны заводиться надежно. Здесь появляются слова Apache Storm, который был придуман Натаном Марцем, который придумал лямбда-архитектуру, Spark, Kafka и многие-многие другие. И третий признак — это крутые аналитические инструменты. Как правило, тут Hadoop подразумевается, но это не обязательно он. Что такое крутой инструмент? Крутой инструмент — это такая штука, которая берет реально все данные, которые у нас есть в мастер-датасете, и выдает ответ на основание обработки именно всех данных. Вот он не может выбрать только кусочек. Вот реально наша задача — нам нужно взять все данные от момента времени ноль до момента времени текущий момент и их всех переколбасить. Просто все. Вот крутой инструмент — он так может. вот здесь обычно такой вот «желтый слоник» появляется. И тут вот про «желтый слоник» вот эти технологии Big Data, они реально сложные, правда. Они настолько сложные, что они даже сложные самим изобретателям этих технологий. И чтобы как-то справляться с вот этой сложностью, они склонны давать какие-то смешные названия своим технологиям, придумывать совершенно помрачительные логотипчики, ну как вот этот, собственно, «желтый слоник». До такой степени, что вот я вам даю гарантию, сейчас будем накидывать названия, я вам буду выдавать слова, а вы попробуйте догадайтесь, это вообще «покемон» или технология «бигдаты». Готовы? «Споинг» — кто за то, что это «бигдата»? Это «покемон». Давайте еще раз. «Арвадос» — кто за то, что это «бигдата»? Вы догадались. Каким образом? «Хорси» — кто за то, что это «бигдата»? Это «покемон». А вот здесь смотрите, «си хорс». «Кто за то, что это «бигдата»?» Это «бигдата». Давайте еще немножечко. «Пангул» — кто за то, что это «бигдата»? Меньшинство. А это «бигдата». Кстати, на картинке обращайте внимание, да? Они как бы не... Вот это «бигдата». А может, это «покемон». «Вулпикс» — кто-то считает, что это «покемон». «Покемон». А, вы рубите, вы шарите в «покемон». Это «покемон». «Самингбёрд» — какая-то птичка. Кто за то, что это «бигдата»? «50 на 50». Это «бигдата». Ну давайте. «Титан». «Титан». «Бигдата». «Флинг». Ну «флинг». Кто за то, что это «бигдата»? Это «бигдата». Картинка, да? «Бигдатовская» такая. «Фибас». Кто за то, что это «бигдата»? Меньшинство. Это «покемон». В общем, кому интересно покачаться в технологиях, есть прикольный сайт, он постоянно пополняется вот этими технологиями и, наверное, «покемонами» тоже. Кто хочет поиграться, идите по ссылке, потестируйте себя. Так что не переживайте, все технологии будут там. Вернёмся к нашей картинке про лямбду архитектуру. Вне зависимости от того, что за технология, как она называется, какой у неё логотип, все технологии, на самом деле, очень здорово укладываются вот в эту вот схему. Поэтому не переживайте, что здесь много непонятных, может быть, слов и так далее. Главное — понять, где на этой схеме находится тот инструмент, который решает ту или иную задачу. В частности, есть инструменты, специально предназначенные для хорошей реализации хранилища. Это распределённые файловые системы, это ноосиквельные базы данных, это какие-то облачные решения и так далее. Это один класс. Теперь есть другой класс решений. Оно тоже про хранение, но они больше заточены на то, чтобы хранить уже такую немножечко структурированную, слегка структурированную информацию, в которой агрегируются какие-то результаты. Там какие-то, например, колоночные базы данных. К примеру. Это второй класс. Третий класс — есть технологии а-ля Hadoop, которые заточены на то, чтобы реализовывать батч-леер, уровень пакетной обработки данных. Их задача — включиться, проработать день, два, неделю, полгода, и выдать результат на момент начала работы. Hadoop, Spark и так далее. Есть другие технологии, которые специально сделаны для реализации Speed Layer. Это тот же Spark, Spark Streaming, Apache Storm и так далее. И есть прикольные технологии, которые занимаются транспортом. То есть те, которые надежно, допустим, вычитывают твиты из Твиттера, Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбуке, и, возможно, одноклассников, и передают данные между слоями. Таким образом, Big Data — это, да, это прораспределенные системы. Вот они распределены. Между ними что-то там перетекает. И вот есть две проблемы в распределенных системах. Кто-нибудь знает про две проблемы распределенных систем? Знает вот этот человек... Вот вам перевод. Я подожду, пока вы прочтете. Вот такие есть две проблемы, и их надо решать. Давайте двигаться дальше и придем к определению номер три. Значит, оно называется 4V, и оно про те признаки, которыми может обладать проект, который может себя по праву называть проектом Big Data. 4V называется, потому что там будет четыре признака, все они начинаются на слово V. Первое — это, как ни странно, volume, объемы. Но здесь, я думаю, я вас уже убедил, что действительно в проекте, в котором есть большие объемы данных, они могут себя считать принадлежащими классу Big Data. Еще раз повторяю, из-за того, что мы данные храним избыточно, мы их реплицируем, и мы их никогда не изменяем. Второе V — это variety, либо разнообразие. То есть в наше хранилище мы можем заливать все, что угодно. Это могут быть твиты, это может быть Инстаграм, это могут быть посты из Фейсбука, ВКонтакте, и, возможно, одноклассников. То есть хранить нужно что угодно. Поэтому здесь больше к нам, конечно же, подходят всякие но-сиквельные решения, которые не так жестко обязывают нас соблюдать какую-то структуру. Теперь третий признак, начинающийся на V — это veracity, это достоверность. То есть действительно, нам нужно вычитать ровно столько твитов, сколько их было запощено в течение дня. Нам нужно как-то решить те две проблемы распределенных систем. То есть то, что мы храним, оно должно быть достоверно ни обооткуда. Четвертое — это скорость. Вы помните, в Твиттере у нас 500 миллионов твитов в день, то есть реально у нас большие потоки данных. То есть они поступают очень быстро. Теперь интересный пятое V — это ценность. То есть дело в том, что даже если у нас есть проект, в котором у нас есть объемы достоверных данных, которые затекают к нам очень быстро, но если из этих данных мы не извлекаем никакую ценность, точнее никто не извлекает никакую ценность, это не про Big Data. Big Data — это действительно про какую-то ценность. То есть реально вы должны увидеть на своем смартфоне, что сейчас ваш сосед по общежитию проставляется пивом. Для вас это ценность. Если есть решение, которое про это может знать, но вам не доставляет эту ценность до вашего смартфона, оно абсолютно бесполезно. Volatility — неустойчивость. Что имеется в виду? Я имею в виду, что вот эта ценность, которую мы приобрели на пятом этапе, она проходящая. Ну как в примере с пивом. Деньги заканчиваются, пиво заканчивается, и через полчаса еще актуальные данные перестают быть актуальными. Пива больше нет. Поэтому в Big Data системах вот это очень хорошо прослеживается, что ценность высекается и очень быстро пропадает. Ну ладно, пиво там полчаса плюс-минус, но представьте себе какая-нибудь торговля на бирже. Там секунды, микросекунды и наносекунды решают все. И ценность существует реально короткий промежуток времени. Ну и визуализация. То есть в конечном итоге пользователю важно как-то красиво показать ту ценность, которую мы там накопали в этих ужасно больших объемах данных. В нашем случае было бы здорово какое-то мобильное приложение, там открывается карта, значит, такая мигающая точка, и нам говорят, вот здесь проставляется пиво кто-то, маршрут, как сюда добраться, и обратный счетчик, допустим, пошел там полчаса и назад. Вот мне кажется, это классный вариант для визуализации в нашем случае. В случае с какими-то банковскими штуками, ну тут, наверное, какой-то график, у нас там акции растут, ты говоришь, смотри, купи здесь, и тогда через месяц ты сможешь продать вот с такой маржой. То есть должна быть очень понятная, простая, понятная для людей и простая обратная связь. Все, что мы нарыли, вся сложность, которая там есть, как результат того, что Big Data — это машинное обучение, она должна быть скрыта. То есть в конечном итоге тебе должны предложить купоны на покупку памперсов и распашонок. Это очень просто. Но за этим стоит адское количество данных и адское количество машиночасов обработки этих данных. И здесь мы приходим к четвертому определению. Оно на самом деле у меня самое-самое-самое любимое. Потому что без него, без этого определения, все предыдущие, они были бы неполны. Но для начала давайте вернемся на предыдущий слайд. Вот смотрите, представьте, вы получили работу, приходите, и вам говорят, что у вас там за проект, технология, Big Data. Классно, Big Data, тренд, здорово. А что делать? И вам говорят, смотри, такой проект, у нас, короче, куча данных, они совершенно разнообразные, разношерстные, прилетают из разных источников, в разных форматах, в разное время и так далее. Теперь они совершенно разнообразные, но мы должны их сохранить в каком-то правильном виде, чтобы они всегда были актуальны. Причем они затекают к нам со страшной скоростью, со страшной скоростью. Но из всего этого мы будем выделять какую-то ценность. эта ценность будет тут же пропадать, например. И мы это все должны как-то еще отображать. Вот ваши эмоции, просто скажите, что вы чувствуете? Вот это первый рабочий день, когда вы приходите и вам рассказывают про такую задачу. Жесть. Еще. Не слышу. Безыскудность. Что курит этот чувак? Мое самое любимое определение заключается в следующем образом. Бигдата доставляет головную боль. В противном случае это какие-то старые, добрые, хорошие технологии, которые называются ETL, Extract Transform Load, All-Up или SEP. Что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что если вы пришли на проект, вам говорят, что там бигдата, и вы можете... Вот тебе задача, ты ее решаешь, выкатываешь продакшн, после этого она работает и не требует твоего вмешательства, и ты можешь заниматься другими задачами. Это не бигдата, даже если там все есть технологические или проектные признаки. Это что-то вот из этого, из ETL, All-Up или SEP. Вот ETL, All-Up и SEP — это сложные штуки, которые сложно работают, но единожды их настроив, они могут решать поставленную задачу без дальнейшего вмешательства человека, программиста, поддержки и так далее. В бигдата-проекте — это не так. Почему это не так? Во-первых, потому что бигдата, она всегда идет где-то рядом с бизнесом, а бизнес все время придумывает какие-то новые штуки. В случае с нашим примером, мы можем начинать собирать глобальную статистику счетчиков для хэштегов, потом нам бизнес придумывает разбиение по регионам, потом нам придумывает разбиение по времени и так далее и тому подобное. Потом мы можем вообще переключиться на что-то другое, не с хэштегов, а на что-то другое. Бизнес будет придумывать новые и новые штуки, которые мы должны быстро реализовывать. Вот эта вещь, она не подойдет нам. И TL, All-Up и SEP так не смогут. Их нужно будет заново приготовить для решения каждой следующей задачи. Поэтому бигдата — это головная боль из-за смежных задач. Во-вторых, помните, вот эту картинку я вам нарисовал, раскидал на временной оси, как мы замечательно запускаем бачи, как мы держим вот это все, как мы замечательно получаем в каждый момент времени ответ. Я вам наврал. Это неправильная картинка. Это картинка не про бигдату. Это картинка про SEP, про Lab, про ETL, но не про бигдату. Потому что правильная картинка выглядит примерно следующим образом. Мы начинаем реально с не очень большого количества данных. Достаточно быстро удается нам их обработать, запустить следующий бач. Пока работал первый бач, у нас накопилось еще немножечко данных. И уже следующий бач, когда запускается, из него, видите, уже потихонечку кровь начинает вытекать, но он немножечко справляется пока что еще. Время между A и B сильно меньше, чем B и C. Данных становится все больше и больше. В случае с Твиттером мы заливаем 500 миллионов твитов каждый день. На определенном этапе у нас течет кровь не только из бача, из базы данных, но еще и из реал-тайм-вьюхи. Казалось бы, да? Что там течет? А может как статься? Если мы в качестве технологии для реал-тайм-вьюхи, допустим, выбираем какое-то решение, основанное на хранении в памяти. Допустим, у нас даже очень крутые серваки, и там 32 гига на борту оперативки. Решение в памяти. Раньше мы нормально держали в памяти промежуточные результаты, если их было меньше, чем 32 гига. Теперь у нас бач работает гораздо дольше. Нам в памяти нужно хранить гораздо больше промежуточных результатов. Наше решение, основанное на хранилище в памяти, не работает больше. И из нашей реал-тайм-вьюхи тоже течет кровь. Вот эта картинка, вот эта бигдата. И поэтому головная боль, она рождается из того, чтобы вот эту картинку превратить в предыдущую. Каким образом? В лучшем случае, если нам суперсильно повезло, нам придется только добавлять еще аппаратных мощностей, делать горизонтальное масштабирование, то есть добавлять больше компов, больше жестких дисков, больше оперативки. Это самый лучший вариант. Это такой, даже не боль, а просто, что это было. Просто сказал админу, добавь еще там, короче, стойку. Он тебе ставит стойку, и технология бигдата, которая была правильно выбрана, хорошо отмасштабировалась на все железо, которое теперь ей предоставлено. В худшем случае, закон Амдала и всякое прочее, это не сработает. И вам нужно будет садиться, переписывать код, который будет улучшать алгоритмы работы батчей. И когда мы садимся, переписываемся в собственный код, появляется головная боль. Поэтому бигдата — это проголовную боль. Теперь у меня вопрос на засыпку. Давайте вернемся к уже существующему сервису TopHashTags. Это решение от Твиттера про самые популярные хэштеги в регионах, конкретно в стране, за последние 6 часов. Смотрите, еще раз данные, какие у нас. Есть разбивка по странам. Мы храним статистику только за последние 6 часов. Они хранят статистику только за последние 6 часов. Теперь у нас 500 миллионов твитов в день с 2013 года. И на сегодняшний день у нас тоже 500 миллионов твитов у них. 500 или у нас. 500 миллионов твитов в день. И теперь у меня вопрос в зал. Вот это бигдата? Кто считает, что это бигдата? Кто считает, что это не бигдата? У меня нет правильного ответа. Но я, когда думаю об этой задаче, у меня не появляется головной боли. То есть решение работает уже 3 года. Объемы данных не изменились. То есть единожды что-то настроено и работает. Голова не болит. Возможно, все другие признаки, они там есть. И технологические, и 4V, и 7V, и гибкое хранилище данных, и крутые аналитические инструменты. Там, наверное, все это есть. Но не появляется вот этой самой головной боли. Именно поэтому, может быть, еще в том числе мое выступление называется антиведение. Потому что, чтобы просто предостеречь вас, бигдата это круто, это интересно. Но там болит голова. Ну, правда. И это может не всем подойти. То есть, правда. Примеряйте, как костюм, на себя сами. Некоторым нравится, но некоторым не подходит. Для тех, кто вообще проспал или там сидел в Твиттере, устанавливал приложение, постил, я подведу кое-какие итоги. Значит, что такое бигдата? Это постоянная адаптация к смежным задачам и устойчивость человеческим ошибкам. Я думаю, на примере нашего инкрементального решения это должно быть более-менее понятно. Бигдата хорошо укладывается в концепцию лямбда-архитектуры, которую придумал Натан Марц. Это не значит, что все бигдата-приложения должны быть построены четко в соответствии с этой архитектурой. Ее нужно воспринимать как конструктор. Оттуда можно вынимать ровно те вещи, которые нужны для решения конкретной задачи. Но там всегда будет присутствовать мастер-датасет. Мастер-датасет — это обязательный элемент любого бигдата-приложения. Гибкое хранилище с возможностью по-разному запросить данные, которые там хранятся. Это обязательный вариант. Дальше там могут быть батч-уровень только, либо спид-уровень только, либо комбинация. Мастер-датасет там будет. Любые технологии бигдата, какие бы они появились, либо там появляются, они здорово укладываются в лямбда-архитектуры. Можно показать вот на этой картинке точку. Вот эта штука с логотипом покемона решает задачу вот здесь. Вот в этом месте принципиальные схемы лямбда-архитектуры. Это здорово. Бигдата — это да, про большое количество данных, но как результат, что мы их храним избыточно, мы их никогда не меняем, и мы их храним в нескольких экземплярах. Есть технологические признаки. Это гибкое хранилище, надежное заведение данных и крутые аналитические инструменты. Крутые от слова «мне нужны все данные, какие у тебя есть, чтобы выдать ответ», а не только маленький кусочек. Есть проектные признаки CMV, которые тоже хорошо говорят «бигдата у нас, либо не бигдата». Ну и на самом таком непонятном эмоционально-чувственном уровне «бигдата» — это про головную боль. Поэтому, если вы хотите сделать поменьше головной боли в этом мире, присоединяйтесь. У нас даже на проекте с «бигдатой» разработчиков называли джедаями. Реально. Это уже не разработчик, а просто джедая. Вот. Все. Большое спасибо. У меня все. Желаю вам интересного продолжения дня. Спасибо.